так собственно собственно пони страшилка куда пропадают дети пони креатора даридей что же давайте-ка смотрим шоу нас тут солнышко уже начала заходить за горизонт загорелись лампочки на подожди что мятежность резко оборвалась когда солнышко уже начала заходить за горизонт загорелись лампочки на фонарных столбах и лиза вышла на балкон дабы позвать нашего малого домой послышала со стороны балкона артем давай домой иди ответа не было это не редкость если честно они с ребятишками часто забегали в зону недосягаемости маминого крика у нас-то дом на окраине стоит они то в лес побегут то в другой двор поэтому сначала мы приняли это как обыденность но когда извините на часах уже семь восемь часов а его еще даже не было слышно во дворе печально уже начала бить тревогу где же засранец этот успокойся ты придет час наверняка где-то бегает еще ты понятно что бегает но где волосы это вообще неправто подобно дергается ну раз уж ты так распереживалась я смотрю вон набери ритки узнай пришло ли ее чада домой точно сейчас наберу лиза быстрым шагом пошла на кухню и принялась звонить но когда через пару минут она забежала в комнату держать телефон в руках и было видно что она вот-вот расплачется я понял что пахнет жареным ну что там да что ее малой уже дома как часа три сидит уроки пишет на понедельник ну может он один домой пораньше убежал да нет уж он говорит что они все в одно время расходились они спрашивала где артем был в это время так спрашивала говорит что с ними домой шел где же он тогда а звонить ему не пробовала на часы эти его умные так он их не один засранец вон лежат на полке спешил же очень утром может придет еще а если нет а вдруг случилось что-то я пойду искать его время видел 10 часов уже почти ни слуху ни духу о ребенке ранее слезы и накидывая куртку бормотала лиза вместе пойдем сейчас подожди я тоже денусь мы вышли из квартиры а затем из подъезда во дворе царила тишина ни одной живой души даже бабки которые весь день сидели у подъезда уже попрятались по домам ну так карантин джо что уже детям говорить да и к тому же довольно холодно было на улице это анимация мотылька плензая нашего темку он не особо любитель такой погодки артем артем кричала лиза где же ты чуть позже я тоже присоединился к ней но когда мы прошерстили весь двор заглянули в лес и в соседние дворы и никого там не обнаружили я всерьез задумался о том что все-таки что-то случилось плохое сердечко мое начало колотиться все быстрее и быстрее про лизу вообще молчу у меня еле-еле получалось ее успокаивать спустя еще полчаса поисков я уже не выдержал и позвонил в полицию приезд полицейского бобика не заставил себя долго ждать и через минут наверное десять он уже стоял у нас под подъездом и люди в форме записывали все параметры нашего ребенка от роста и цвета волос и глаз до того в чем он был одет полицейские заверили нас что найдут пропажу и все будет хорошо по рации один из них кого-то там еще вызвал сюда как позже оказалось это их кинологи точнее один кинолог собакой мы дали огромные овчарки понюхать другую куртку малого и вместе со всеми вновь выдвинулись на поиски которые скажу заранее не увенчались успехом мы прочесали по новой весь двор все подвалы и чердаке в лес опять спустились но так ничего и не нашли блин забавно все-таки выглядит собака под по ней сама жжешь на странные хренатень произошла когда мы проходили рядом с тем люком пес категорически отказывался приближаться к нему меньше чем на несколько метров так-то везде бегал вынюхивал и скала здесь на отрез не хочет и все лег рядом с кинологом и скулит и именно после того как мы прошли мимо этого люка наши поиски прекратились собаки толку уже не было а крики наши ни к чему не приводили как сквозь землю провалился может его украл кто-то спросила у полицейских заплаканная лиза женщина поверьте обычно деток если похищают то похищают у деток богатеньких родителей а не рандомных пацаненков из окраин маленьких городов так что это вряд ли так где он тогда где уже кричала на него моя жена лиза успокойся он то здесь причем женщина мы будем делать все что можно подключим мчс ников найдем и вашего ребенка не переживайте и приведем к вам в целости и сохранности а у меня все с головы люк не выходит и запах про канал мой запили рекламу заранее спасибо двое . 3 да это на вкусняшку подожди секундочку все я тут спасибо за донатик в 100 рубликов сейчас я досмотрю и прочитаю опять донатик до сих пор стоял вокруг мы люк то так и не осмотрели может провалился он туда он ведь открыт ну пойдемте осмотрим все может быть мы подошли туда я достал доску а полицейский направил туда фонарик единственное что там было это каких-то несколько кранов и может стояла с полметра воды с каким-то плавающими мерзостями в общем дальше было следующее поиски моего сына не прекращались всю ночь ну а так мы никого и не нашли теперь у меня уже не было сомнений в том что случилось что-то нехорошее но что я тогда еще не знал тёмку так и не нашли ни в эту ночь не в последующие дни эту тяжелую новость принес мне один из полицейских на следующий день уже вот так быстро моя жизнь не перевернулась за два дня то что я тогда чувствовал я даже врагу не пожелаю это был шок я перестал есть я перестал пить мы с женой ходили по квартире как статуи мы даже не разговаривали друг с другом она уже выплакала все слезы я не знал как мне дальше жить и что мне дальше делать на четвертый день этого безумия я узнал что во дворе начали пропадать другие дети ровесники артема моего те с которыми он играл в тот злополучный вечер в наш двор съезжалось все больше и больше работников полиции и мчс даже были допущения что где-то в здешних местах орудует какой-то маньяк других версий полицейские даже не могли допустить я не находил себе места некогда мой дом наполненный уютом создаваемым моей женой и ребенком опустел и превратился как будто в холодную пещеру с которой хотелось уйти убежать как можно скорее но все же я до последнего надеялся что темка еще жив тешил я себя этой мыслью ровно до того момента пока не вышел на улицу вечером шестого дня дома я уже просто не мог находиться и решил выйти на улицу немного пройтись и подышать воздухом а на дворе вечер был как я уже сказал часов наверное 11 если не больше иду получается по дороге за нашим домом голову пустил что-то думаю себе там и понимаю что вонять во дворе стало еще сильнее сначала воняло так же как и в первый раз но вот когда я обходил наш дом с торца и все ближе и ближе приближался к тому люку я понимал что запах усиливается и как будто меняется то есть если еще несколько минут назад воняло простой застоявшийся водой как будто с болота я говорил уже то сейчас это уже был такой сладковатый запах дохлятины в перемешку с этой же водой вонючей я сразу же определил источник запаха и вспомнил того пса который наотрез отказывался подходить к люку окей что я могу вообще по поводу самой пони страшилки сказать и страшилки страшилка очень интересная то есть очень стрёмные и такого не пожелаешь на самом деле вообще никакому родителю которого есть дети и сама пони страшилка очень добротно сделано хоть это и пони креатор не рисованы но все-таки добавление каких-то там переходов или же там движущихся объектов по типу мотылька который забавно летал и собаки которая бегает то ли наклоняется то ли еще что то это тоже очень было прикольно сделано очень круто так что надеюсь что в таком пути дори дэй пойдет и дальше шоша те кто смотрели видосик подписывайтесь на канал не забывайте оставляйте лайки и рекомендуйте в социальных сетях мой контент всем удачи